Приветствую вас! И вот вы начинаете свое письмо, говоря о том, что вы виноваты в разрешении своей семьи. Далее вы описываете ситуацию. Ситуация, при которой вы выходите замуж за мужчину, который привык к гиперопеке своей мамы. Вы описываете ситуацию, что его мама постоянно оказывала на вас давление и так далее. И в итоге, когда у вас родился ребенок, вы не терпели уже обвинение в том, что вы плохая мама и взорвались. И наговорили очень много всего. И в итоге, конечно же, ваш мужчина, ваш муж этого не потерпел и выгнал вас. И теперь он ставит условия. Либо вы становитесь такой, какая ему нужна женщина, а может быть даже и не ему, а его маме нужна. Либо вы остаетесь, как я понял, одна, без мужчины. И вы знаете, в этой ситуации, прежде чем говорить о том, что вам делать, давайте мы спросим вас так. А в чем же, собственно говоря, ваша вина? Ну вот вы написали, виноват в этом я. Виноват в этом я. В чем ваша вина? В том, что вы не выдержали постоянного давления? Или может быть ваша вина в том, что вы перестали терпеть постоянные унижения, постоянные вмещательства в вашу семейную жизнь? А может быть ваша вина в том, что вы не стали терпеть, как вас оскорбляют? В чем ваша вина? А вы знаете, вот вы себя вините за то, что ваша семья разрушилась. Давайте подумаем. Изначально была ли вообще семья? Было ли такое образование, да, между людьми, которое можно было бы назвать вообще-то семьей? Вот по ощущениям, по тому, что вы написали, я не могу сказать, что у вас есть семья. Была семья, точнее, я могу сказать, что ваш мужчина вас использовал, я могу сказать, что ваш мужчина в последствии нашел, по его мнению, вас, вторую маму, там, и так далее. Это да, это есть такое. Ну вот, говорить о том, что у вас была семья, то есть семья равноправная, да, в которой, можно сказать, два человека, взрослых человека, там, добровольный союз образовали. Вот об этом говорить, вряд ли представляется возможным. Потому что вы делали для своего мужа все и терпели ради него все, а у вас, получается, не было никакого права голоса. И какой же равноправность? Какая же это семья? С другой стороны, если вас это все устраивает, если вам это нравится, если изначально вы знали, на что шли, то тогда давайте подумаем вот о чем. Вот на вас оказывалось давление, оказывалось давление, и вы взорваетесь. Поскольку взрыв стал толчком к тому, что вы со своим мужчиной сейчас расстались, то я вынужден спросить, Вы считаете себя виноватой в чем? В давлении? Или в том, что вы взорвались? Если говорить о давлении, то это не ваша ответственность, это ответственность мужа и, собственно говоря, его мамы. Это их вина, их, как бы, поведение, которое они перенесли на вас. Это их желание подстроить вас под свои, ну, под свои какие-то принципы, под идеалы, да, смены и так далее. И весь вопрос в том, хотите ли вы соответствовать этим принципам или нет. Мужчина разделяет взгляды своей мамы, судя по всему, и именно поэтому он выставляет вас вместе с ребенком. Он выгоняет вас, причем ребенок маленький. Это значит, что его желание его волнует настолько, что он готов и условия вам ставить совместного проживания, да, и выгнать вас и так далее. Это значит, что человек вас, ну, вообще-то говоря, не любит. Потому что тот, кто любит, условий ставить не будет. Так давайте же мы с вами зададим себе вопрос. В том, что вы не выдержали из вас, вы вините себя или их? Если себя, то в чем эта вина выражается? Потому что любая женщина на вашем месте бы еще бы раньше взорвалась. А вы терпели и терпели долго. Несмотря на то, что мама окружала гиперопекой мужа, вы все равно вышли за него. И здесь возникает вопрос. Вы его любили очень сильно. Это понятно. Но вы не могли видеть его отношения. Ведь ваш муж не защищал свою семью от мамы. Он, по сути дела, предал вас сейчас. И ответите себе на вопрос. Этот мужчина любви достоин или нет? Этот мужчина достоин отец для вашего ребенка? Или нет? А если вы, несмотря на это, все равно хотите быть с ним, то вам нужно понять в таком случае одну важную вещь. Чтобы с ним быть, чтобы вернуть вашу семью, вам нужно не только принять условия, которые вам ваш муж предъявляет. Вам нужно еще стать той, кем хотят видеть вас и муж, и его мама. Вы готовы быть не той, кем вы являетесь на самом деле? Вы готовы подстраиваться под других людей? Вы готовы ради них терять свое собственное я? Возможно, даже свое достоинство, свое самолюбие, свою гордость. Вы готовы? Если да, это ваш выбор. никто ваш выбор осуждать не будет. Давайте подумаем, ради чего вы это будете делать? Что вы из этого получите? И сделает ли ваш шаг счастливым вашего сына? Да, у него будет формально полная семья. А здесь мама-бабочка. но очень важно, очень важно, чтобы атмосфера внутри этой семьи была хорошая, здоровая, гармоничная, доброжелательная, искренняя. То, что у вас, по вашим описаниям, напоминает тиранию. Тиранию с вашей стороны. То есть, на вас направлена агрессия постоянно, то это раны мужа и свекрови. Давление и так далее. Или давление не исчезнет. И у вас могут начаться проблемы со здоровьем. Потому что постоянно прессуют, раз вы не выдерживаете, значит, было нервное напряжение и так далее. И в таком случае ответ на ваш вопрос «Что делать?» можно сформулировать так. Если вы готовы пожертвовать своей самобытностью, своей самостоятельностью, своими принципами, желаниями, стремлениями и готовы жить постоянно для других, но при этом так, чтобы ради вас что-то делать, кто-то из ваших близких не готов, вот, если вы на это все согласны, то принимайте условия мужа, возвращайтесь к нему, и живите с ним вместе, можно сказать, в определенной стабильности, в определенной последовательности, но при этом несчастливы. Несчастливы. при этом нельзя будем говорить о том, что вы будете реализовываться как женщина, как жена, как человек, потому что все это будет на корню блокироваться вашей мамы, ой, вашей свекровью и вашему мужу. Если вы не согласны на это, если вы хотите, чтобы у вашего сына была счастливая мама, счастливая, жизнерастовная, активная, свободная, если вы своему сыну хотите шерфить, то вы условия, если не принцы, потому что они это не условия, это по сути шантаж. То есть мужчина думает, что вы не уйдете от него, что вы не согласитесь на развод, а что скорее всего вы примете условия и будете той, кем он хочет вас видеть. Ну, возникальный вопрос, а почему он так думает? может быть у вас действительно есть зависимость какая-то от своего мужа, может быть у вас у самой есть какие-то обстоятельства, которые не позволяют вам, ну, например, комфортно жить с родителями, ну, например, быть без вашего мужа, то есть какие-то личные ваши проблемы мешают тому, чтобы в отношениях выступать как равноправный, полноценный и независимый партнер. Вот на данный момент этими качествами вы не отличаетесь. И чтобы реализовать второй вариант, вам нужно стремиться к тому, чтобы эти качества для себя получились. А для этого нужно решить свои личные проблемы, избавиться от зависимости, если она есть, и стать самостоятельной. Решать вам, какой путь вы выберете это под силу только вам и только к вам определить. И я думаю, что советовать здесь было бы неправильно. К этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.